Добрый вечер! И все ли получилось так, как вы задумывали? Вы знаете, очень сложно было 8 лет назад предполагать, как оно будет, и что мы задумывали, и на каком этапе мы сейчас находимся, и то, что мы делаем, и как мы делаем. Если честно, 8 лет назад мне даже не представлялось, что мы выйдем на этот уровень, что мы так, ну, по-честному, так здорово будем работать, и получатся такие результаты, которые мы сегодня имеем. Поэтому я бы сказал, что за эти 8 лет мы перешли и перепрыгнули те планы, те планки, которые перед собой ставили 8 лет назад. И каждый год появлялось что-то новое, каждый год мы пытались достигнуть каких-то новых целей. Поэтому 8 лет назад и сейчас это два разных центра, 8 лет назад и сейчас это Сакович, абсолютно два разных человека, точно так же, как и весь наш коллектив. Серьезно? А как вас изменили эти 8 лет? Вы знаете, наверное, мы стали больше понимать, наверное, мы стали больше понимать друг друга с точки зрения взаимодействия и так, как нужно работать. Я очень много лет проработал хирургом, но я привык, что в операционной, в хирургической бригаде каждый понимает тебя без слов. Ассистент и операционная сестра знают, что тебе нужно, и ты иногда даже не говоришь, какой инструмент тебе нужно подать в руку. И вот, наверное, самое главное достижение за эти 8 лет, что, наверное, та команда, которая сегодня работает в центре, это и администрация, и хирурги, и средний медицинский персонал. Вот я вам могу сказать сейчас абсолютно то же самое. Мы сегодня уже без слов понимаем друг друга, что нужно сделать и как надо сделать, чтобы получить результат. Но неудивительно, у вас-то стаж не 8 лет, а гораздо больше, 25 лет, если я не ошибаюсь. Ну, уже, наверное, даже не 25, а 30 лет, как я работаю кардиохирургом. Кардиохирургом. А что принципиально для пациентов изменилось? Что сейчас есть у вас в руках, чтобы более квалифицированно помочь людям, которые в этой помощи нуждаются? Вы знаете, те технологии, которые сегодня есть, еще 10 лет назад мы о них даже не мечтали, мы даже не понимали, что такие технологии будут. Это те же самые, сегодня очень широко развиваются эндоускулярные технологии. И сегодня у нас... То есть это операция без разреза? Это операция без разреза, да. И они сегодня занимают все больше и больше места, и это правильно. И, собственно говоря, удел больших, в кавычках, больших хирургов, там, где мы делаем разрез, там, где подключается аппарат искусственного кровообращения, это то, что сегодня пока еще не может эндоускулярная хирургия. Абсолютно новые возможности в такой науке и в хирургическом области, как аритмология. Еще 10 лет назад, ну, не было таких возможностей лечить аритмии сердца. Сегодня на поток поставлены сложнейшие операции, и сегодня мы уже обходимся без рентгена, а 10 лет назад об этом даже мысли не было. И когда мы говорим про открытую хирургию, ну, вот давайте по-честному, тот уровень операции, те объемы операции, которые мы сегодня делаем, мы 8 лет назад в Красноярске об этом даже разговора не было. То есть сейчас, обратившись в кардиоцентр, пациент может получить помощь вот от какого момента и до какого? То есть я пытаюсь выяснить, надо ли ехать куда-то еще, в Москву, в какие-то, в заграницу, в какие-то крупные центры? Вы знаете, вот когда кардиоцентр открывался, ну, у нас же была система, когда мы пациентов отправляли на лечение, на так называемую высокотехнологичную медицинскую помощь за пределы края. В первую очередь это был Новосибирск, это была и Москва, это были еще какие-то центры кардиохирургические, ну, чаще всего в европейской части России. Так вот, только в Новосибирск уезжало около тысячи пациентов за год на оперативное лечение. Сегодня в Новосибирск уезжает 3-4, максимум 5 пациентов. Вот вам разница. О сложных операциях. Год назад начали делать пересадку сердца, и таких пересадок было сделано 6. И я знаю, что все мужчины и лишь одна женщина. Отличается чем-то женское сердце от мужского? Вы знаете, вот мне задавали чаще другие вопросы, ведь когда мы начали заниматься трансплантацией сердца, ну, вот самый сложный вопрос – это вопрос донорства. И здесь практически невозможно угадать с точки зрения пола, чтобы, допустим, донор и рецепент были одного пола, потому что подбираются… А это обязательное условие? Нет. Нет? То есть могут мужское сердце женщине пересадить и наоборот? Точно так же, да, как женщине мужское сердце и мужчине и женщине. Так чаще всего и бывает, потому что подбирается донор по группе крови и по физическим параметрам, то есть вес, рост, допустим. Вот это вот оптимальный подбор. А вы потом смотрите, у них меняется характер. Знаете, как в фантастических книжках пишут? Я думаю, что все-таки книжки потому и называются фантастическими, что там очень много мы нафантазировали. Мы своих пациентов наблюдаем. И вы знаете, конечно, пациент после тяжелой операции, он всегда меняется. Психология человека меняется, меняется его отношение к жизни. И мы это видим и на наших пациентах, потому что на самом деле самые большие герои в этой истории – это наши пациенты. Пациент, который приходит на операцию, представьте себе операцию трансплантации сердца. То есть пациент прекрасно понимает, что его ожидает в случае неудачи, неудачи хирургической, неудачи анестезиологической. Да мало ли там еще какие-то есть нюансы, и пациент об этом предупреждается. Он соглашается на операцию. По сути, он соглашается на подвиг. И просыпаясь после операции, понимая, что он живой, конечно, очень много для него меняется. Вот именно с этой точки зрения наши пациенты меняются, и я считаю, что они всегда меняются в лучшую сторону. Ну вот я знаю, что несмотря на то, что вы занимаете крупную руководящую должность, вы до сих пор сами участвуете в операциях. Да. И пересадка сердца в том числе. Значит ли это, что вот начали делать вот такие операции в нашем кардиоцентре, шесть уже сделали за год, их уже, можно сказать, поставили на поток, или это каждый раз уникальное что-то? Нет, вы знаете, с точки зрения технологии, с точки зрения, как эта операция делается вот с самого начала, то есть донорский орган, транспортировка в определенных условиях и сама операция пересадка, с точки зрения технологии сегодня это уже на потоке. Сегодня это уже стандартная операция, и мы как раз вот здесь в том числе знаем, что каждый участник этой операции, каждый участник бригады должен делать, и не нужно лишних слов. Каждый понимает свое место, каждый понимает свой функционал, и это меня абсолютно устраивает. И именно сейчас появилось ощущение, что по большому счету, если мы что-то задумаем и что-то хотим, то с этим коллективом я могу сделать абсолютно все. Восемь лет, как я уже говорила, не такой, в общем, большой срок, возраст первоклассника, по сути. Второклассника. Да, второклассника. Какие планы на будущее, и какие новые технологии у нас в ближайшем будущем появятся, для каких пациентов? Вы знаете, вот чтобы технология появилась, мы уже для себя определили определенный алгоритм. В первую очередь это обучение. Далее мы должны приобрести то оборудование и, может быть, те расходные материалы, которые требуются для новой технологии, и дальше начинать операцию, внедрять ее, ставить на поток. И сегодня мы уже задумались, и я думаю, что это у нас получится, это технология фитальной хирургии. Это что такое? Фитальная хирургия – это операции у плода. Внутриутробные. Внутриутробные. То есть еще у нерожденного ребенка и при врожденных пороках сердца, иногда это очень важно, то есть дать возможность развиваться и сердцу, и ребенку, чтобы при рождении иметь возможность уже оперировать. Потому что иногда мы сталкиваемся с такими врожденными пороками сердца, когда ребенок рождается. Но по большому счету в операции нет особого смысла, мы помочь не можем. Но если у нас появятся вот эти технологии, то в том числе и этим детям мы сможем помогать. Но это вот для примера я вам сказал одно из мыслей и задумок, которые мы хотим внедрить в практику, в том числе, я думаю, это появится. И вы знаете, самое главное, что все, что появляется в мире нового, все новые технологии кардиохирургические, которые появляются в мире, в России, они должны быть у нас. Оно так и есть сегодня. У нас остается буквально две минутки. И в конце я хочу задать вопрос, такие прикладные, которые всегда после таких программ задают нам зрители. Как к вам попасть? Первый вопрос. Вы знаете, вот еще, чем мы отличаемся, то, что было 8 лет назад и сейчас. 8 лет назад нам катастрофически не хватало пациентов. Мы их искали. Серьезно? Да. Сегодня у нас очереди практически на все операции. То есть мы сегодня не находимся в поиске пациентов. Мы сегодня отбираем. Очередь стоит? Сегодня стоит очередь практически по всем направлениям. А на какое можно записаться? На какие даты? Вы знаете, по разным технологиям. От двух до четырех месяцев. Это много. Но если говорить про весь мир, это не так много, потому что во всем мире на плановые операции по кардиохирургии именно такой лист ожидания он и есть. Это абсолютно нормально. Но на вопрос, как нам попасть, он всегда, этот путь к нам проходит через кардиолога. И кардиологи сегодня в крае уже обученные, в том числе и нами, они понимают, в какой ситуации нужно пациента посылать кардиохирургам. Направление от кардиолога. Ну и вопрос к вам чисто как к врачу. А что сделать, чтобы к вам не попасть? Вести здоровый образ жизни. Какие обследования необходимые нужно проходить и какие современные, может быть, методы есть сейчас, диагностики на ранних стадиях? Вы знаете, вот на самом деле, конечно, за своим здоровьем нужно следить. И для того, чтобы быть максимально долго здоровым, есть несколько показателей, на которых нужно обращать внимание прежде всего. Это, если честно, это вообще всего три показателя. Сахар крови, артериальное давление и холестерин крови. Когда мы вот эти вот показатели держим в норме, это будет означать, что мы максимально долго будем здоровыми. Я вам желаю, безусловно, здоровья и того, чтобы ваш центр и дальше развивался, чтобы все планы, о которых вы говорили, чтобы они воплотились в жизнь. Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Я напомню, в нашей студии был профессор, доктор медицинских наук, главный врач кардиоцентра Валерий Сакович. Всего доброго, до встречи.